Это программа «День с толком» В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте и приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Их немного, но они в белых халатах. Чем занимается красноярский десант медиков в ковидном госпитале Барнаула? Заразились во время испытания вакцины. Нормально ли это? Узнали у главного эпидемиолога региона. Значительно удобнее. В двух городах края появились искусственные футбольные поля. Начальник краевого управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечипуренко возглавит Центр управления регионом. Как он лично сообщил редакции телеканала, официальное назначение на должность состоится в Москве в пятницу 13-го. Новое ведомство создают по всей стране по поручению президента. Центр управления регионом станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и граждан. Сотрудники ЦУР должны будут принимать обращения граждан при этом не только с помощью специальных форум, но также через соцсети и мессенджеры. Еще одно назначение. Новый глава Октябрьского района Барнаула 37-летний Андрей Овсяников. Его назначение согласовали депутаты Гордумы. Это, кстати, нововведение мэра Вячеслава Франка. Овсяников пришел на место Вячеслава Новикова, который 10 ноября написал заявление по собственному желанию. Напомним, что Новиков на посту не был несколько месяцев, так как находился на больничном. Наши корреспонденты вновь побывали в красной зоне. На этот раз, чтобы увидеть и показать вам работу красноярских врачей. Медиков из другого края прислали на Алтай, чтобы, как сказал губернатор, заниматься усовершенствованием подходов в лечении. Что они уже изменили и чем барнаульский коронавирус отличается от красноярского, узнавал Андрей Дреер. Николай, как вы себя чувствуете? Ну, средне чувствую себя. Средне, но вы замечаете, что вам немного легче становится смотреть, как вы поступите? Таира Монгуш – кардиолог из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, что в Красноярске. В Барнаул она приехала с группой врачей закрыть кадровый вопрос, помочь организовать работу красных зон. Конечно, сам принцип лечения во всей стране один, но важны и детали. Мы поработали над графиком выхода врачей в красную зону. Немножко отличалось от нашего принципа работы, так скажем. Организовали график именно дневного пребывания врачей здесь, чтобы не было, так скажем, скучности и пребывания в зеленой зоне, и в красной зоне. Немножко разграничили их. Это удобно, отмечают барнаульские врачи. По обычному графику 6 часов подряд работать не так-то просто. Это на себе ощутили и мы с оператором, хотя снимали спецкостюмок не больше часа. Кроме того, федеральные коллеги хоть и частично закрыли нехватку медперсонала. Красноярск отпустил в Барнаул кардиолога, двух анестезиологов и средний медперсонал. В 12-й горбольнице самый большой ковидный госпиталь в крае. Почти 600 пациентов, среди которых легких форм нет. Это очень квалифицированные профессионалы, и мы им благодарны за то, что они нашли время, хотя, наверное, это сложно. Оставили свои семьи, оставили своих пациентов и приехали, и пришли на помощь к нам и нашим жителям. А жителям нелегко. И в Барнауле, и в Красноярске ситуация похожа, отмечают врачи. Вот только если количество обращений в скорую на Алтае сократилось больше, чем в два раза, то число новозараженных меньше не становится. Максимально важно выявление тяжелых пациентов, раннее выявление пациентов, которые утяжелили, у которых утяжелилось состояние за период уже лечения, чтобы не допускать перехода на искусственную вентиляцию легких. Потому что довольно тяжело протекают пациенты, это статистика мировая, которая попадает на искусственную вентиляцию легких. И так даже среди молодых, которые все чаще попадают в раздел тяжело больные. Незадолго до нашей съемки в реанимацию попал молодой человек. От такой же судьбы никто не застрахован. Но врачи не устают повторять, что риски можно снизить. А как, все уже давно знают. Маски, антисептики и отдых желательно дома. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Теперь должно стать проще сообщить о контакте с больным коронавирусом. Краевой Роспотреб добавил номера телефонов, по которым можно узнать про самоизоляцию. Все эти номера телефона Центра гигиены и эпидемиологии. Только после их расследования санитарный врач выписывает постановление. Но больному оно не выдается. На пациента оформляют больничный лист. Сам Роспотребнадзор звонить не нужно. Сообщить о контактных лицах, а также получить информацию о сроках, вариантах, получения постановления можно по номерам, которые вы видите на своих экранах. За минувшие сутки в Алтайском крае 232 инфицированных коронавирусом и 15 умерших. В последние дни цифры замерли, но, по словам экспертов, это означает лишь стабильно высокий уровень заболеваемости. О плато говорить рано. А вот число тяжелобольных пациентов выросло 661 человек. 177 из них находятся на искусственной вентиляции легких. А вот три алтайских медика, которые участвуют в испытаниях вакцины «Спутник-5» и в итоге заболели коронавирусом, уже были инфицированы. А во время прививания находились в инкубационном периоде. Так объяснила случившаяся главный эпидемиолог края Ирина Переладова. Сейчас все трое медиков уже здоровы, но не значит ли это, что вакцина неэффективна, когда придет вторая партия и кому достанутся новые вакцины? Об этом мы поговорили с алтайским эпидемиологом. Наша вакцина предупредила, мало того, тяжелое течение заболеваний, медики достаточно легко ее перенесли, более того, предотвратили возможный летальный исход. Это ровно точно так же мы с вами всегда говорим, когда идет прививочная кампания против гриппа. Мы с вами знаем, что ни одна вакцина никогда не гарантирует стопроцентный результат. Результат чего? Что человек не заболеет. Но чего мы добиваемся, когда мы рекомендуем обязательно поставить вакцину? Это предупредить в первую очередь тяжелые осложнения после перенесенного заболевания, и, конечно, предупредить летальные исходы. На сегодняшний день считается необходимо говорить о сформированном иммунитете через 30 дней после постановки второй прививочки. Поэтому мы в обязательном порядке посмотрим еще раз, только теперь не качественный иммуноглобулина класса G, а количественный. То есть насколько сформировался действительный иммунитет после второй прививочки. Задают многие журналисты вопрос, а не плацебо ли это было? Я хочу сказать нет. Почему? Потому что если бы это было плацебо, а партия у нас одна, то в данной ситуации у меня бы не сформировались иммуноглобулины класса G. Можно говорить о том, что уровень антител одинаков? Вот сейчас у тех, кого привили, кто еще не болел, у кого привили, и вот тех, кто переболел. В данной ситуации требуется именно качественное наличие, есть или нет. То, что сегодня вы говорите, это обязательно важно, это нужно, и это на будущее будет обязательно, наверное, необходимо оценивать. И причем оцениваться, скорее всего, будет разработчиками вакцины, потому что в будущем будет сформирован именно календарь, как ставить эту вакцину. Сегодня край по этому графику должен получить 2005 доз. Первый транш, 42 дозы, мы с вами уже получили. По устной информации Минздрава России, во все территории сибирского региона и близлежащих регионах вакцина ориентировочно должна поступить до 1 декабря. Ожидали мы ее немножечко пораньше, но в силу каких-то независимых обстоятельств эта вакцина пока в регионы не поступила. Все эти 2005 доз, они предназначены для иммунизации только медицинских работников, причем только на добровольной основе. Ее мало, будем так говорить. И количество медиков, которые работают в Барнауле и оказывают тоже экстренную, неотложную медицинскую помощь, оно несравнимо больше, нежели в том же Олейске. Мы ни в коем случае не умаляем достоинств здравоохранения Олейска, и нам медики одинаково дороги, хоть в Олейске, хоть в Егорьевском районе, хоть в любом другом, они все наши коллеги. И мы, конечно, заботимся о том, чтобы, конечно, не пострадало их здоровье. Но вакцина должна быть полноценная. Чтобы нам сегодня не распылять и не распылять эту вакцину по краю, по одной, две, три дозы, мы, конечно, выбрали целевые группы. А пока нет прививки от коронавируса, следует быть осторожными. Так, школьникам на время каникул советуют не ходить в торговые центры без сопровождения родителей. Власти даже думали полностью запретить такие прогулки, но в итоге это всего лишь рекомендация. Следует ли ей, мы проверили сами. Два часа дня, будни. Посетителей в торговых центрах немного. Скажем сразу, детей школьного возраста среди них достаточно. Большая часть в сопровождении родителей. Без взрослых – те, кто считают себя тоже вполне взрослыми. Семилетний день у детей, а одиннадцатилетний с подростком. Что тебе с родителями будет? Мы же не ночью сидим, а у детей. А что гуляем по торговым центрам без родителей? А вы греетесь? На самом деле, большая часть подростков о рекомендациях правительства впервые услышала от нас. Мальчишки, а вы с родителями тут? А слышали, что в торговый центр на каникулах только с родителями? Да. Учитывая, что мера не была запретительной, за тем, как школьники проводят время на каникулах, следить никто не собирался. В большей степени они были заняты всевозможными онлайн-мероприятиями, пояснили нам в региональном Минобре. Мы сегодня говорим с вами и о родительском контроле, потому что любой родитель, который понимает небезопасное посещение ребенком центров торговых, он просто накладывает на это запрет. Это, во-первых, гражданская ответственность наших родителей, в первую очередь, должна быть. И родители должны быть заинтересованы в безопасности наших детей, в сохранении их здоровья. К слову, руководители торговых центров отмечают, что на каникулах поток школьников не уменьшился, и без родителей в том числе. Правда, бизнесмены не считают это проблемой. С точки зрения бизнеса пусть они ходят, конечно. С точки зрения эпидемиологической ситуации, мне вообще кажется, что наши проблемы, они не в части торговых центров лежат. Вот проблемы, я имею в виду распространение, увеличение скорости распространения. Ведь потому что торговые центры на сегодняшний день, ну, по крайней мере, что касается нашего, ну, и думаю, что, там, той же галактики, ну, лидеров рынка, там все вот эти меры предосторожности, они соблюдаются. Между тем, у наших соседей-новосибирцев эпидемические меры начали ужесточать уже с 16 ноября. Там планируют закрыть фудкорты и детские площадки в торговых центрах. С 9 ноября подобная мера введена в Петербурге. Так что не исключено, что и в Алтайском крае примут запреты, если рекомендации не слышат. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. С сегодняшнего дня началась долгожданная приемка долгостроя на Ленина 195А. Об этом нам заявил застройщик дома. Свои квартиры дольщики ждут с 2017 года. Завтрашнего числа начнется приемка. По моим спокойным, таким, ну, нормальным режиме, когда она занимает, там, полтора-два месяца, это без разницы, какой объект, любой крупный объект, занимается полтора-два месяца. К этому моменту, думаю, что все будет уже решено. А бумагу могут дать 31 декабря, могут дать 10 января. Все оставшиеся работы параллельно с воздачей объекта могут быть завершены в течение, там, 45-60 дней. На очередном заседании в мэрии застройщик обозначил, что к этому дню в третьей секции должны дать отопление, а в четвертой продолжат работы по стяжке полов, отоплению. К концу месяца все окна должны застеклить. Специалисты администрации посоветовали вводить дом по очереди, чтобы не пришлось долго ждать. Сначала жилую часть, а уже после подземную парковку. Напомним, что этот объект стал проблемным в 2017-м, когда его изначально должны были сдать. Тогда закончить строительные работы помешали аресты счетов, которые длились несколько лет. И этим летом к истории пришлось подключиться властям Барнаула, так как дольщики стали нередко устраивать пикеты, требуя закончить этот долгострой. Лайк, который практически не прекращается и терроризирует несколько улиц. Жители Новоалтайска полгода страдают от соседства с приютом, который организовала одна женщина. Почему на громкого соседа нету права, расскажем в сюжете. Круглосуточный лайк, который не прекращается даже ночью. За забором приют территория спасения. Эти люди тоже хотят спасения. Им посчастливело жить возле промзоны. Шум от собак преследуют жителей с весны. Именно тогда эту землю выкупил предприниматель под подсобное хозяйство. Когда здесь стояли лесопилки, была действительно промзона, мы же не жаловались, потому что мы хотя бы ночью спали. Пусть они днем тут пилили, шумели, вот тут было производство. Полиция приехала, зашли на территорию, потом вернулись обратно, говорят, ну да, это жесть. Как вы тут живете? У меня в доме лежачий больной человек, это мама моя. И единственный приток воздуха свежего, и вообще как-то с улицы, это еще до окна она может дойти посидеть. Окна открыть невозможно. Лай постоянный. По словам жителей, хозяйка приюта на контакт не идет. Говорит, сами виноваты, что живете в промышленной зоне. У нас все дома узаконены, некоторые дома взяты в ипотеку, поэтому как бы, ну тут речи о незаконности и быть и не может. Закон о тишине и покое на территории края в этом случае бессилен. В нем нет норм о шуме домашних животных. Собакам пасть не закроешь, а хозяйку не привлечешь. С юридической точки зрения такое близкое соседство законно. По словам местных жителей, даже близкое расположение железной дороги не приносит им столько неудобств, сколько приносит собачий лай. Уже за несколько сотен метров от вольеров слышен громкий лай собак. Сама хозяйка так называемого приюта Ольга утверждает, что занимается на этой территории деревом, а собак используют в качестве личной охраны. Кого так опасается Ольга, если использует для этого 30-50 собак, непонятно. Сколько собак на самом деле неизвестно, но в соцсетях приюта, подчеркнем, именно приюта, вообще говорится почти о полутысячах хвостов. Она говорит, что это охрана моего предприятия. Но так если человек собирает деньги на благотворительность для приюта, и тут же она заявляет, что приюта у нее нет. Понимаете логика, цепочка? И действительно, в магазинах Новоалтайска можно увидеть такие боксы. Но содержание приюта предполагает серьезную бухгалтерию и отчеты. При этом даже неизвестно, в каких условиях содержатся собаки. Если переходить в плоскость финансовых отношений, то элементарно позиционируя себя явно как приют и требуя вознаграждения, которое в дальнейшем используется для личных целей, уже можно же квалифицировать, в том числе, как по составу мошенничества. То есть путем обмана завладели денежными средствами. Почему местная администрация закрывает глаза на незаконный приют? Мало того, чиновники даже заключили с Ольгой контракт на отлов и стерилизацию животных. Жители понимают, что женщина делает доброе дело. Но и жить рядом с приютом, в котором круглосуточно лают животные, это почти как жить в самом вольере с собаками. И с этим нужно что-то делать. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Чтобы спорт стал доступным. Накануне сразу в двух городах Алтайского края открыли после ремонта футбольные поля. А теперь поля с искусственным покрытием. Где ждать скорых побед? И чем так отличается новое поле, расскажет Никита Ермаков. Футбол заиграл новыми звуками и ощущениями. После обычной травы искусственное поле открывает простор для повышения навыков. Четкие подкаты, крепкое сцепление, а в переводе – голы. Ну поле, конечно, гораздо качество сравнения никакого. Если на улице мы играли два кирпича вместо ворот, то о чем говорить об этой искусственной поляне. Пусть оно не натуральное поле, но это просто сказка для ребятишек. И уходить от этой сказки не хотели. Поле корейского покрытия профессионального уровня по всем нормам FIFA. Чтобы дети уже не только репетировали победы, но и совершали их. Появить такое поле 20 лет назад играли бы в серьезных клубах, сказал председатель спорткомитета Славгорода Вячеслав Пулин. Мы сразу изначально ставили перед собой задачу не тренировочное поле, а чтобы покрытие было именно профессионально, так скажем. Чтобы оно было 6 сантиметров высотой, оно соответствовало всем критериям, то есть жесткости и, соответственно, долговечности. А в Заринске новое искусственное поле будет работать на взрослую команду. Раньше футболистов даже не удавалось собрать полным составом. Негде было. Старое покрытие стадиона «Юность» не ремонтировали 31 год. Вот теперь вместо вытоптанного газона покрытие, которое требует минимум ухода и которое уводит лужи дренажной системой. У нас на самом деле была небольшая стрижка по срокам, но основной наш критерий – это качество. Качество есть, мы видим, и поэтому мы готовы сделать следующий шаг. Следующий шаг – это ремонт спортивных залов, общежитий для того, чтобы уже полноценно подготовиться к Олимпиаде городов, которая пройдет у нас летом 21 год. К слову, это один из первых полей, открытых по проекту «Спорт. Норма жизни». На их реконструкцию было потрачено 90 миллионов рублей. С искусственным полем в футбол, говорят эксперты, даже на открытых стадионах может стать круглогодичным. Никита Ромаков, день с толком.